рубрика вопрос-ответ как в программе inscape можно нарисовать радугу хотя в наше время именно радугу рисовать стало достаточно опасно я в этом видео похожу один интересный механизм который позволяет создавать различные ленты и наподобие радуги это механизм с использованием буфера обмена и в этом видео мы как раз посмотрим как это можно сделать ответ давайте создадим что-то наподобие радуги что нам для этого понадобится нам необходимо перейти в инструмент который создает наши прямоугольники и создать прямоугольники цвет наверное сразу сейчас выставлю красный вот таким образом мы создаем первый прямоугольник далее мы можем продолжать создавать но я сделаю несколько дублей это удобней переходим в инструмент наш селектор белая стрелка еще называют иногда теперь давайте создадим несколько дублей наших вот этой ленты создавать дубли можно классическим способом воспользовавшись например горячими клавишами или например выбрав их через контекстное меню ну или также воспользоваться кнопками на панели команд но нам необходимо сделать следующее это иногда даже проще мы будем сейчас это создавать с использованием нашего пробела на клавиатуре зажимаем левую кнопку мыши держим на нашем вот этим объекте при этом обратите внимание у меня включено прилипание и нажимаем пробел один раз быстро раз и мы создаем дубль и таким образом мы можем создавать несколько дублей за счет того что у нас включено прилипание наши прямоугольнички очень легко прилипают далее необходимо поменять цвет выбрать любой цвет который вам хочется не обязательно соблюдать именно правила вот этого радужного цвета сделайте то что хотите тем самым мы создаем вот такую интересную заготовку такую ленту далее нам необходимо выделить в режиме селектор эластичным выделением все наши созданные прямоугольники и объединить их в группу щелкнуть по кнопке создание группы после того как мы создали нашу группу мы можем ее сдвинуть в сторону щелкнуть по ней правой кнопкой и создать ее копию копировать тем самым мы вот эту заготовку поместим в буфер обмена ну то есть нее саму а именно ее копию нам это нужно находим на нашей панели инструментов специальный инструмент который позволяет создавать кривые безе ну или инструмент чего называют перо далее необходимо выбрать какую-нибудь из кривых можно воспользоваться и классической кривой безе но для создания таких радуг или завитушек лучше всего использовать именно кривую спиро далее необходимо выбрать форму и выбрать из списка изгиб из буфера обмена это важно ну а теперь достаточно всего лишь навсего создать эту кривую щелкнуть левой кнопкой вытянуть ее совладать с ней обязательно еще два раза тем самым мы создадим вот такую интересную кривую с использованием буфер обмена обязательно попробуйте и на других кривых это дает интересный результат и вы можете создавать различные абстракции и не обязательно использовать именно вот такие линии можно линии сделать внахлёст ну то есть сами вот эти прямоугольники это даст достаточно интересный результат и не забывайте что различную в такую радугу или например ленты можно еще и создавать и с использованием наших например круга можно взять половинку круга и сделать так называемую плюющую радугу или например воспользоваться контурным эффектом например контурный эффект изгиб а на сегодня все спасибо и до свидания